В субботу в городском приюте для бездомных животных собирали корма и деньги, чтобы кошкам и собакам здесь жилось лучше. И усиленно искали питомцам новых хозяев. С Петром Тултаевым высший свет Саранского коммунального сообщества. Мэр призывает начальников раскошелиться. Деньги здесь нужны всегда. Приют открыли в прошлом году. За это время помогли найти дом для 442 собак, кошек, щенков и котят. Сейчас в приюте почти 130 животных. Главная задача акции «Пора домой» – значительно сократить это число. Больше приносят, чем забирают. Забирают очень редко, но в основном малышей у нас берут хорошо. Ваня Девятайкин в приют пришел вместе с папой. Анатолий Иванович помогал строить эти здания и вольеры. Теперь и он, и маленький Ваня здесь частые гости. Сегодня выбирают щенка, чтобы вместо тесной клетки подарить ему жизнь в большом частном доме. Петр Тултаев тоже включился в процесс. Вместе с Ваней они выбрали бело-рыжего питомца. У нас кошки есть, но собачки не было. Он говорит, решились мы. Прийти и взять собачку. Почему ты именно этого щеночка-то выбрал? Потому что он красивый. Сейчас власти и волонтеры всерьез задумались о том, что делать со взрослыми собаками, которым особенно трудно найти свой дом. В приюте их стерилизуют, лечат от звериных болячек, чипируют. А вот как поступать дальше? В соседних столицах взрослых животных снова выпускают на улицу. Но это вряд ли подойдет Саранску, где и так очень много жалоб на бездомных собак. Мне кажется, еще больше может усугубиться положение. Лучше находить хозяев. Этим животным нет, тогда надо их здесь содержать. Человеческие качества в людях не потеряны, не растеряны. И нужно и детей водить сюда, и смотреть, показывать. Ну и волонтеры. Очень много, это же бескорыстно. Посмотрите, молодые, юные и взрослые. Это очень-очень важно. Прийти в приют и подарить дом собаке или кошке можно не только в день открытых дверей. Пустители здесь ждут по вторникам и субботам. Евгений Симкин, Артем Руденко. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова